что заставляет человека действовать я хочу вам сказать нас заставляет действовать виденье или постановка мотивационных задач то есть когда человек не хочет ради себя действовать то у него появляется тяжелейшие заболевания ради которого он хочет действовать вот знаете я когда-то говорил одному мужчине он говорит я лежу уже много лет моя жена от меня ушла и ничего в жизни я не хочу делать и вдруг через какой-то он такой полный стал и через какое-то время я когда мы с ним встречались а это было в спортзале я ему говорю занимались восточными единоборствами вместе ему говорю послушай его гена звали я говорю послушайте гена вот когда вы любитесь какую-нибудь тетю то тогда вы будете бегать как ужаленный и она нальет вам за шиворот жира горячего и вы будете так мотивированы в своей жизни как никогда и проходит время я его долгое время не видел мы случайно с ним видимся здравствуйте андрей андреевич игры здрасте геннадий он говорит я решил и читать семинары и там раньше заниматься банковской безопасностью и там открыл компанию по безопасности и я занимаюсь еще вот этим открыла эту компанию говорю вас у дети родились он говорит нет я два года живу с молодой девушкой она меньше меня на 14 лет и мне теперь у меня столько мотивации я хочу жить я хочу что-то делать она меня любит а я хочу для нее чтобы у нее в жизни было так у меня однокомнатная дети дети видишь тебя появилась мотивация и тут женщина допустим она может сказать андрей андреевич но мне ничего не мотивирует мне ничего не хочется не ради чего но в случае если вас ничего не мотивирует то начните на кого-то злиться начните злиться на себя начните фанатично к чему-то стремится или начните жить ради детей эти все компоненты это построение как бы безысходной мотивации либо вас ждет процесс когда вы заболеете и после этого вам придется лечиться находить деньги и тогда включится мотивация к жизни вновь захотите жить нельзя быть а по абиссивным нельзя быть вот таким фрегидным нельзя быть полностью ригидным таким нельзя быть полностью нейтральным человек должен иметь еще задачи человек должен злиться человек должен фанатично что-то делать жизни человек должен если вам ничего не хочется вышивайте танцуйте заставляйте себя старайтесь максимально реализоваться делайте это во имя своей жизни во имя того чтобы прожить сколько он там лет там 50 чтобы прожить до 100 можно фанатично заниматься зожим можно там приседать можно там травки ходить искать можно быть замороченным человеком фанатиком можно верить и вера может быть фанатичны это все заставляет человека или мотивирует человека жить по-другому спасать можно кого-нибудь можно вообще не стоит жить так потому что такая жизнь ригидно фрегидная она может привести человека к появлению неприятностей такие появления неприятностей это разумный процесс который создан в эволюции человеческого существования чтобы заставить человека шевелиться